Ребята, всем привет! Сегодня буду делать желешку. Конечно, желешка это очень круто, но еще круче, когда желешек много. Но сегодня я решил сделать большой арбуз, тем более, что я увидел, как это просто на одном из американских сайтов. Арбуз изготавливается из нескольких слоев по специальной технологии. Обо всем я сейчас подробно расскажу. Для первого слоя мне нужно будет зеленое желе. Я взял желе киви, много желатина и залил все это водой. Помешал, но оно нифига не зеленое. Пришлось досыпать краситель. О, вот теперь я понимаю, это зеленый. Помешивая это все на медленном огне, я растворил желатин и отлил немножко полученной желешки для того, чтобы сделать полосы для арбуза. Но полоски должны были быть темнее, и я добавил коричневый краситель. Потом еще немного, а затем еще немного. Получился какой-то коричневый. Странный цвет, но тем не менее. Теперь я беру большое плоское блюдо и выливаю все туда. Убираю это блюдо в холодильник и продолжаю дальше. Теперь мне нужен красный слой, и я беру клубничное желе. И повторяю процедуру с добавлением огромного количества желатина. Заливаю водой, но цвет тоже какой-то ненасыщенный. Пришлось тоже подкрашивать. Я думаю, что цвет будет достаточным. Еще один дополнительный слой я сделал из молока и желатина. Но этот ужас я не буду вам показывать. Принцип, я думаю, вам понятен. Ну вот, первый слой застыл, и теперь можно делать полоски. Я разрезал все это на длинные полосы и начал все это пытаться снять с подноса. Но оно все разваливалось. Короче, мне пришлось все делать заново, только добавить еще много желатина и замораживать еще раз. Фух. Теперь нужно было все порезать на кусочки и выложить на дно круглой глубокой тарелки. Но то ли поднос был слишком маленький, либо же тарелка была слишком глубокая. Короче, полоски получились вообще не на всю длину. В общем, вышло как-то так. Теперь пришла пора самого интересного. Нужна большая емкость с водой и льдом. И льда тут нужно побольше, чтобы вода была очень холодная. И в нее теперь нужно положить будущий арбуз. И залить небольшим количеством желе. Зеленого цвета. И покатать, пока оно не застынет. Потом еще добавить и еще покатать. Ребята, короче, я катал его. Катал, 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 катал. Меня чуть не укачало. Но получилось вот как-то так. Страшненько, но все-таки. Теперь нужен другой слой. Молочный. Мы же ведь делаем арбуз, а без молока в этом деле никуда. И теперь нужно покатать и молочный цвет. Получилась вот такая вот фигня. Но на полпути я останавливаться не буду и буду смотреть дальше, что же у меня получится. Следующий идет слой, тот который красный. Его просто нужно поставить в холодильник и слава богу катать ничего не нужно. Затем нужно было сделать семечки. Но семечками тоже какая-то засада. Я залил остатки от полосок в шприц и положил в холодильник. Но они подмерзли и сильно подмерзли. Они должны были быть слегка вязкими, но не хрупкими. Ну ладно. Теперь делаю семечки. Затем еще один слой желе. Заморозить. И затем еще слой семечек. И еще слой арбуза. И затем все это в холодильник. Ну вот. Все замерзло и стало какое-то мутное. А должно получиться как-то вот так. Да. На арбуз это не совсем почему-то похоже. Давайте глянем, что внутри. А внутри вот такой вот арбуз. Должно было получиться вот так. А у нас получилось вот такое чудо. Да и при этом оно еще начало разваливаться. Ну давайте его попробуем. Ну как, прикольно. Но арбуз настоящий лучше. Ну что ж, он получился прикольный, но все равно какой-то мутный. Ну я не знаю, как считать, получился у меня эксперимент или не получился. Ребята, напишите в комментариях, как считаете вы, получился у меня арбуз или нет. А если нет, то почему? Ну а если вы хотите еще таких экспериментов, ставьте лайки и расскажите обо мне своим друзьям. Вам не трудно, а мне приятно. Ну все, пока, до завтра.